как и обычно это бывает поступил звонок на этой неделе от руководства клуба от Владимира Владимировича Боенко с которым мы пообщались переговорили скажу так достаточно это было неожиданно для меня но не поступил звонок объяснили что есть группа кандидатов и вообще спросили как что как я вижу вот так после чего у нас было еще общение и более конкретно уже в конце недели уже конкретно сказали что на моей кандидатуре остановились ну вы понимаете футбол футболисты футбольная жизнь у нас в Украине не такая может быть и большая футболисты общаются со многими футболистами я работал со многими футболистов я знаю мои футболисты друг с другом общаются то есть понятно что надо еще познакомиться поближе но целом те игры которые я смотрел те задачи которые стоят перекладом я понимаю что работы будет очень много и понятно что хочется каждую игру и выходить добиваться положительного результата для этого придется много работать футболисты есть у меня видение может быть чуть чуть другое ну постараемся максимально быстро футболистам объяснить и максимально быстро хотим ответную реакцию ну мой ближний скажем так мои ближние помощники это те люди которые знают мои требования и я рад что руководство услышало меня потому что это поможет быстрее футболистам быстрее команде понять что мы от них хотим это первый помощник это белаков владимир олегович скажем так вы работали мы с ним в мариуполе человек квалифицированный бывший футболист центральный полузащитник игрок ворск ну плюс опять же прошел хорошую школу работал с половым помогал как помощник следующий помощник это лавренцов александр сергеевич это легенда наверно кривбаса того который здесь он сюда ехал как говорит как как домой очень хорошие впечатления у него по поводу кривого рога такую частичку своей карьеры он здесь хорошую провел скажем так и получается молодой подающий надежды специалист филимонов артем денисович парень который очень интеллектуальный парень у которого есть свои мысли и хочет учиться и развиваться поэтому связи с таким со здоровьем достаточно рано закончил но тем не менее хочет себя видеть в футболе и мы ему в этом поможем и ну и аналитик у нас малахов александра он со мной работает уже из черноморца который достаточно качественно анализирует как и соперника так и принципе он и достаточно быстро мне предоставляет информацию которая мне нужна прежде всего это по анализу тренировок по анализу соперника но все требования которые как бы я предъявляю но первое я понимаю что немножко надо поднять дух в команде психологически как бы видно что ребята запад зажатые я и говорил буду говорить что все еще впереди и футболе есть 33 результата и есть победа поражение или ничья нас будет всегда устраивать только победа мы постараемся опять же в первую очередь это пообщаясь ребятами я хочу чтобы футболисты выходили на футбольное поле на тренировку с улыбкой я хочу чтобы у нас было положительные эмоции меньше угрюмости потому что скажем так без без улыбки или там без таких футбольных скажем шуток прибауток но она скучно тренируется поэтому у меня всегда в командах был правильный здоровый коллектив и я думаю что здесь мы тоже в кривбасе этот коллектив наладим как кого надо под закрутим кого надо наоборот чуть расслабим скажем раскрепостим поэтому я думаю что постепенно у нас чуть скажем так у футболистов нашел глаза гореть по-другому могу сказать что в кривбас всегда это была крепкая команда с которой сложно всегда играть очень мобильная силовая команда ну как для меня кривбас знаю на я больше всего кривбас уголов забил если не ошибаюсь я вроде 3 гола забил кривбасу за александрию когда ира потом за металлист играл помню даже старцев на на максим к состоял еще тогда то есть ну хорошие воспоминания хорошая крепкая команда я очень рад что такие команды возвращаются и мы видим такая положительная тенденция сейчас и тот же металлист там днепр дай бог со временем тот же запорожье металлург ну то есть в футбол если в такие команды возвращаются футбол только будет развиваться и будет больше конкурентоспособных команд но нам максимально короткий срок надо проанализировать функциональное состояние команды проанализировать психологическое состояние как команды вот так вот и будем готовиться разбирать и соперника и думать только о положительном результате нас устроит только полу максимально положительный результат болельщики кривбаса я еще но опять же это отметить которые болеют и поддерживают и гонят вперед команду и это было заметно даже в бытность когда я был в мариуполе они приезжали на стадион к нам и там с валера федорчуком они общались то есть мы поддерживали это хорошая история хочет но я хочу сказать что мы всегда играем для зрителей играем для для болельщиков на поле я думаю ни один футболист не будет уходить скажем так безразличным на футбольном поле но однозначно будет оставлять все мои футболисты тут мой принцип это мы строим команду на честности на уважение и на самопожертвование ради командного результата поэтому здесь хорошие эмоции положительные у меня эмоции но понимаем что работы очень будет много кривбас это мы